Человек не умеет поддерживать баланс. Это тоже важный момент. Отношения это что-то? Всегда обмен. Обмен эмоциями, как я уже говорил, обмен временем, обмен материальными какими-то объектами, действиями. В нашей стране бывает часто как? Женщина дает, 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 заботится, все это. Мужчина получает, получает, назад не дает. Ну как-то отдачи нет. Она думает, что нет, надо его больше любить, тогда она получит. Вот она его любит, любит. Потом у нее истощается своя копилка, нечего дать. Она начинает злиться на него. Он ее обвиняет в том, что она такая нехорошая, меркантильная, злится на то, что ей чего-то все время от нее надо и уходит. И находит следующее. Бывает, что мужчина психопат, бывает, что он просто хитрый такой паразит. Не важно, что у него там в голове, как устроена генетика, это или воспитание, или хитрый расчет. Если вы по ощущениям воспринимаете, что туда много даете, обратно получаете мало, так и будет. Так же бывает наоборот. Бывает наоборот, да. Это к вопросу, что мы хотим взять и что мы можем дать. Да, бывает наоборот. Но в нашей стране чаще вот эта ситуация. У нас миф какой. Ну, женщина... С чем связано? С том, что она спасает? Ну, по один сценарию. Может быть, как-то природная или что-то, нет? Нет, нет. Ну, природная основа есть, потому что женщина должна давать маленькому ребенку, да? Есть. Плюс, история нашей страны – это две мировые войны, одна гражданская война, несколько голодов и очень большой дефицит мужчин. И вот эта установка, что хоть кто-то надо спасать, надо заботиться. Те мужчины, которые выжили после войны, ну, кто израненный, покалеченный, без уродизнов, хоть какой-то, да? Хоть плохенький, да, но есть. И вот этот миф, эта установка идет из поколения в поколение.